Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о зимних товарищеских матчах, которые проводят российские команды. И сосредоточимся на Спартаке, который сойдется лицом к лицу с чемпионами Киргизии, футбольным клубом Абдыш Ата. Здесь, конечно же, многие могут сказать, что есть явный фаворит, и что у киргизов нет никаких шансов и так далее, но хотелось бы напомнить, что сборная Киргизии недавно участвовала в Кубке Азии, пробилась туда, и да, показала себя не так здорово, как Таджикистан и Узбекистан, конечно же, но тем не менее, команда у киргизов очень серьезная, и вот Абдыш Ата — это коллектив, который является базовой командой, базовым клубом для сборной Киргизии. Это важнейший нюанс. К тому же, мы должны понимать, что эта самая сборная недавно достаточно успешно билась со сборной России в рамках товарищеского матча. Поэтому здесь недооценивать такого соперника ни в коем случае нельзя, и давайте в преддверии этой встречи обсудим сильные и слабые стороны обеих команд, и чего нам ждать от этой встречи. Но сперва. Хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее, и, на мой взгляд, это лучшее приложение к спорту. Тем более, что сейчас у них есть отличный подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить новогодний презент, фрибет в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии, на мой телеграм-канал, там вас ждут все инструкции, с помощью которых вы сможете получить тот самый подарок, и дальше потратить его по своему усмотрению. На официальном сайте этой компании, на их приложении, там все удобно, модно, множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, по нашей традиции начинаем разбор соперников с Андердога, а дальше переходим к фавориту. И начинаем мы с киргизов, с их команды. Давайте обсудим, в чем преимущество футбольного клуба Абдейш Ата. Во-первых, игровой тонус, форма и физика. Потому что здесь Спартак изначально смотрится уязвимой командой. Спартак, например, в России позже всех вышел из зимнего отпуска, и поэтому сейчас, ну, они находятся только на какой-то начальной стадии формирования вот этой самой физики, вот этой самой формы на вторую часть сезона. Сейчас Спартак, конечно, за счет класса исполнителей способен обыгрывать соперников с крупным счетом, что было в двух предыдущих матчах, способен покуражиться, но при этом в плане физухи киргизы будут сильнее. Это факт. Потому что они сейчас, наверное, лучше готовы с точки зрения активности, движухи и всего остального. К тому же важнейший нюанс, как я уже отметил, Абдейш Ата – это базовый клуб для сборной. И 10 представителей этой команды участвовали в Кубке Азии. Если я ничего не путаю, я специально пересчитывал. И таким образом сейчас, ну, футболисты готовы, как никогда. Они тут недавно рубились на международном турнире за честь своей страны, за Киргизию, и поэтому сейчас они находятся на совершенно ином уровне в плане физики, активности, и поэтому здесь Абдейш Ата может, что называется, перебегать Спартак за счет прессинга, движения и всего остального. Это важный нюанс. Важный нюанс и то, что данный коллектив обладает достаточно крепким составом в плане мускулистости, роста, веса, атлетизма, то есть могут еще и забодать Спартак в буквальном смысле за счет мощи. Тем более, что Спартак, ну, вспомните, первую часть сезона, сколько было неудачных моментов, когда Спартаку как раз забивали со второго этажа. Это, опять же, важный нюанс. Важный нюанс — это еще и мотивация. Мотивация, потому что для многих молодых георгийских футболистов российский чемпионат — это в том числе возможность хорошенько заработать, а, возможно, и потом перебраться в европейские чемпионаты. Ну, вспомните, не знаю, Шумуродовый из Узбекистана попал в РПЛ, отправился в Италию, Фейзулаев из того же Узбекистана сейчас интересуют многие коллективы в Европе. И здесь, ну, киргизские игроки, попав в РПЛ, тоже могут стать, так скажем, звездами. Вспомните Эльзата Ахметова, который в какой-то момент всерьез интересовал Римскую Рому. Поэтому, конечно же, это возможность и получить хороший контракт в России, и получить возможность для дальнейшего переезда в Европу. Тем более, что, напоминаю, киргизские футболисты в РПЛ не считаются легионерами, ну, с помощью разных вот этих союзных договоров. И поэтому здесь для многих отечественных коллективов киргизские игроки — это очень интересный вариант для подписания и усиления. И показать себя в матче против Спартака — ну, это отличная реклама сама по себе. Плюс к этому хотелось бы упомянуть, конечно же, легендарного наставника, который сейчас возглавляет киргизскую дружину. Это Ислам Ахметов. Это человек, который в свое время был тренером сборной Индии, возглавлял разные другие вот интересные коллективы. И сейчас, ну, вот этот заслуженный опытнейший наставник столкнется с Абаскалем, в общем-то, молодым совсем еще тренером Спартака, испанцем. И кто его знает, что здесь возьмет — опыт или молодость? Тут, как говорится, посмотрим, но Ахметов сам по себе кажется очень опасным оппонентом как раз-таки для Спартака и их наставника. Но при этом у Спартака, конечно, очень серьезное преимущество в классе. Спартак после двух крупных побед подряд на кураже. Спартак верит в себя. Спартак мотивирован продолжит, так скажем, вот эту победную серию, потому что когда у тебя идет игра, когда у тебя пруха, ну, понятное дело, что здесь и какой-то азарт появляется спортивный. У Спартака глубже состав, что важно, потому что в таких матчах, товарищеских зимних, чаще всего первый тайм играет один состав, второй совсем другой. И учитывая то, что у Спартака больше выбора исполнителей, получается, можно будет эффективнее использовать такую глубокую скамейку и такой глубокий состав. То есть резервный состав, который выйдет во втором тайме, он будет существенно сильнее соперника. У Спартака больше игроков, способных решить исход в одиночку, больше техничных игроков. В общем, плюсов у Спартака очень много. С другой стороны, как мы помним, где-то Спартак громит своих соперников, а где-то и допускает серьезные осечки, как с тем же самым Ростовом. Поэтому матч все-таки, мне кажется, будет интересным.